Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! У нас очередное частное мнение. В этот раз частное мнение господина Орлова. Не частное. Да, да, да. Оно очень частное. Я, честно говоря, даже не знаю про что. Куда смотреть? А вон там люди. Люди! Смотреть в камеру. Ради бога, Юра. Ради бога. Я зато всегда правдив. И тогда я подумал, насколько же наша власть, нынешняя российская власть, это он как начал в середине. Аморальна. Вот не насколько она жестока, глупа, несовременна, а насколько она аморальна. Я очень не люблю любую ложь. Мне физически больно, когда я вижу ее, слышу ее, когда я знаю, что это ложь. Я испытываю физические мучения. Это моя такая личная маленькая или не очень маленькая проблемка. Вот эти самые ощущения я испытываю каждый раз, когда я вижу некое действие со стороны власти. На всех ее уровнях, как это небанально прозвучит. На самых высших, на средних, на уровне каких-то управ, на уровне всех этих людей роднит то, что они обладают реальной властью, в отличие от всех остальных. Они лгут. Я говорю, страшно банальные вещи. Они детские, смешные, наивные. Когда это говорит мужик 47 лет. Но меня это так возмущает. Вот именно спокойствие, с которым они это делают. Абсолютная уверенность в том, что никто их не накажет, не поставит в угол, ничего с ними не сделает. И поэтому можно лгать. Вот как лгут дети, которые не очень понимают, что за этой ложью стоит. Как лгут эти дети, уже находясь в средней школе, прекрасно понимая, что за этим стоит и что они делают. Как лгут молодые люди, как лгут зрелые люди, как вообще лгут люди, зная, что они делают. И вот это спокойствие, с которым это все происходит, и абсолютная безнаказанность во времени, настолько их развращает, что они начинают им заниматься все больше и больше и больше. Это с одной стороны. С другой стороны, меня точно так же, ничуть не меньше поражает, насколько наша власть, особенно высшие ее эшелоны, находятся в своей галактике, в какой-то своей абсолютной реальности. Я сужу об этом по тому, как они говорят с людьми. Что они думают о нашей жизни. Я понимаю, что между жизнью улицы, реальной жизнью города, села и их жизнью, ну просто миллиарды вселенных, просто парсеки и парсеки. Я понимаю, что власть в принципе так устроена, что она не может быть на улице. Но абсолютный отлет настолько, так далеко находясь, это колоссальная проблема. И живя, пребывая в этом состоянии месяцы и годы, они искренне, видимо искренне, начинают думать, что жизнь устроена так, как им кажется. Чего нет в действительности, ни на йоту. Жизнь абсолютно другая. Людей беспокоит другое, говорят они другим языком. А власть, тот же президент Медведев, когда он начинает говорить о чем-то, это же очень смешно, наивно и потому неприятно слышать. Когда мы видим, когда, скажем, продвинутые москвичи, питерцы, не знаю, продвинутые горожане видят, насколько он продвинут в смысле технологии, это вызывает у них усмешку. Потому что на самом деле это некая имитация того, что он этим живет, что он в этом действительно продвинут. Потому что это какой-то дилетантский уровень, который большинством людей воспринимается как, ну, как что-то крайне несерьезное. А видя его серьезное отношение к этому, это становится смешным. Путин в этом смысле хотя бы честен. Он говорит, что я интернет от разной вещи, я как бы в смысле технологии не очень. Я в комитете всегда честен. Да. Вот это несоответствие реальной жизни тому, что у них в головах, или, по крайней мере, на языке. А я думаю, что это в головах у них, хотя наверняка у них есть эксперты, есть всевозможные данные опросов, которые показывают им, какова реальная жизнь. Но я думаю, что они от этого отгораживаются. Может быть, в этом причина. И то, что они говорят, я думаю, что они во многом верят в то, что они говорят. И в этом колоссальная их проблема. Колоссальная проблема. Ну и как результат проблемы, в общем. И для нас тоже. Скажи, а ты вот именно к этой власти у тебя такие претензии? Или к той власти, которая была до этой власти? Или к той власти? Нет, у меня эти претензии к этой власти, я не говорю сейчас про советскую власть, потому что я помню, что был период после 1991 года, когда этого не было. Был момент, когда власть не стала костенеть. Когда она не стала бронзоветь. Когда она была жива. Ты про ельцинское время. Про ельцинское время. Про ельцинское время. Может быть, это потому, что у власти был живой человек? У власти был живой человек. И потом, что такое власть? Власть – это, в конце концов, не некий институт сам по себе. Это люди, образующие ее. И, как обычно, видимо, все дело в людях. Все дело в людях, в их воспитании, в том, что они позволяют себе, насколько они отпускаются, держат или не держат себя и так далее. А еще вопрос. Как ты думаешь, а вот другие люди, они видят это, что власть лжет? Да, я уверен в этом. А почему их это не возмущает? А это проблема внутреннего раба. Их возмущает. Их возмущает? Их возмущает. Их возмущает почти все слои населения на уровне внутреннего личного протеста. Потому что не возмущаться ложью, очевидной, приходя к чиновнику, невозможно. Другое дело, как ты это канализируешь. Ты выходишь на улицу, условно говоря, или годами терпишь, копишь, ненавидишь и не выходишь. Но понимание есть. Я уверен. А почему они не протестуют против этого? Ну, уже протестуют. А может быть, Саша, если бы каждый из них встал на место Путина, может быть, он тоже стал бы лжецом? Немедленно. Не знаю. Не знаешь? Не знаю. А я вот вспоминаю один маленький монолог, который случился много лет назад между Борисом Ефимовичем Немцовым и Владимиром Владимировичем Путиным. Диалог маленький. Это было время, когда Борис Ефимович Немцов Путина очень любил. И считал его... Да, было такое. Было такое время. И они были не то, что друзья, но они были в одной упряжке. Пришло письмо из какого-то дальнего колхоза, где человек один Путину пишет, что Владимир Владимирович, вот мы когда сейчас морковку сажаем, мы думаем о вас. И поэтому вот морковка наша всходит очень бурно и хорошо. И я совершенно уверен, что вот наши урожаи сейчас будут очень хорошие, потому что мы когда морковку сажали, мы думали о вас. И Немцов цитирует это письмо, читает это письмо Путину, говорит, да что же у нас за народ-то за такой? И Путин ему отвечает с усмешкой, прекрасный у нас народ, Борис Ефимович, правильный у нас народ. Ну, это только как видит жизнь конкретных человек. Так вот, мне кажется, что Путин здесь совершенно искренен. И он как раз говорит о том, что любой, практически любой, взятый наугад человек, выдернутый и посаженный в Кремль на мой трон, говорит, как бы Путин Немцову, будет вести себя точно так же, как я себе, лгать, воровать, значит, тащить своих окружающих. Ну, Юра, это старая твоя теза, что в России это все, да? Да. Значит, власть чувствует, как институт, не только в России, но во всем мире, в свободном мире, в демократическом, она тоже, может быть, хотела бы или становилась бы таковой, если бы ее не одергивали, если бы ее не шпинали. Вот. А кто ее одергивает? Средства массовой информации. Нет. Люди. Вот. Средства массовой информации одергивают власть, потому что есть допрос на это одергивание от людей, да? Люди хотят, чтобы власть одергивали, поэтому СМИ ее одергивают. Власть, на самом деле, на мой взгляд, это вот та капля росы, о которой пишет Уильям Блейк, помнишь, да? Весь мир, там, я не помню это стихотворение, весь мир увидеть в капельке росы, говорит Блейк, вот это вот умение, да? Власть – это просто колоссальное и увеличительное стекло, которое нас самих показывает нам в деталях. Вот и все. Возможно, это возможно, но мы сейчас говорим не о нас, не об обществе, а все-таки о власти. Я, по крайней мере, начал с этого. Власть всегда есть зеркальное и концентрированное отражение среднеусеченного гражданина. Я думаю, что то требование, которое сейчас, даже тот посыл, моральность власти, моральность политики, внести в политику мораль, я думаю, что оно совершенно не лишено смысла. И мне кажется, что наша российская власть очень остро в этом нуждается. Вероятно, это уже будут другие люди, для меня это очевидно. Можно я, пока не забыл, можно я похвалюсь? У меня есть двустрочный шедевр 30-летней давности, по-моему, очень старый. Я сейчас его вспомнил. И внес бы я в политику мораль, да мне морали бесконечно жаль. Вот и все. Вот, собственно, и все. И это ваш такой финал? Ну, что, неплохой финал. Ну, у меня другой финал. Нет, это же твое мнение, Саша. Мне морали не жаль, я нужно нанести и сеть, конечно, разумеется, везде, где только можно и нельзя. Я бы, я рассказал о том, что меня очень беспокоит. Вот это вот несоответствие людей, которые призваны решать очень важные вопросы, несоответствие реальной жизни. Тотальное несоответствие. Их глупость, несовременность, ложь. Короче говоря, они вдруг становятся средоточием самых отрицательных черт, оказавшись на самом верху. Вот такой парадокс. Даша, а я знаешь, что вспомнил? Сейчас, вот как раз я говорил, что вчера смотрел очень много дождь, и там шла цитата, какой-то фильм о Ельцине будет. И там Ельцин говорил что-то, не при помощи дословно, что сейчас при правильном времени, правильном выборе придут нравственные политики, потому что они не могут не быть нравственными. Что-то примерно вот такое он говорил, какую-то такую чушь. Чушь. Да, потому что я считаю, что политика и нравственные – это вообще несовместимые вещи. Но вот это примерно то, о чем ты говоришь, о нравственной политике. Это несовместимые вещи. А я думаю, что это несовместимые вещи. Знаешь, кто дает пример совместимости? Не знаю. Вакслав Гавил. Ну да, кстати, да. И значит, это совместимые вещи. Значит, это совместимые вещи. Вот, исключение. Достаточно одного примера. Это исключение, который подчеркивает Павел. Я думаю, что это не единственный. Я думаю. Просто это очень яркий такой пример, единственный. Очень яркий, может ли, единственный, но в принципе нет. Нет, не нужно, не нужно десятилетиями говорить, что политика – это грязное дело. Не нужно, это неправда, это очередная неправда. Приведи пример, кто мне говорил. Диоклетиан. Ну что, ну вот уже два примера, Андрюша, я тебя умоляю. Марк Аврелий. Ну даже если я не берегу пример, это ни о чем не говорит. Это не значит, что это только так и никак иначе. Марк Аврелий, написавший, каким варваром может стать римлянин, надевший императорскую тобу. Между прочим, я очень хорошо помню, как Ельцин после путча 1991 года… Сказал «простите меня». Как он сказал «простите», это было чрезвычайно сильно, это было необыкновенно сильно сказано. Искренне и сильно. Следуя вашей логике, политик не может так, он бы лицемерил. И еще Ельцин обещал лично… Разное было. Это другое. Разное. Я говорю, ну почему? Пускай в человеке хотя бы на секунду проснется человек. Это очень сильно его продвинет в эволюционном смысле. Значит, это возможно. Просто нужно этим заниматься. Нужно оставаться человеком. Ну я согласен, Миш. У нас сегодня власть, вся наша власть, весь ее характер и вся ее суть в одной только фразе Путина, в одной реплике его сконцентрирована. Она утонула. И тут даже важно не то, что сказано, а то, как сказано. Вот эта мерзкая улыбка, запредельно мерзкая улыбка. Все. Это ответ на все вопросы. Это то, о чем я говорил сегодня. Да. И это финал? Да, это финал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА